Российская телевизионная и радиовещательная сеть отпраздновала свое 15-летие. Сегодня мы имеем уникальную возможность посмотреть, каким образом телерадиосигнал формируется и отправляется в дом каждому. В инфраструктуру эфирной трансляции входит порядка 20 тысяч передатчиков. Суммарная высота антенноматчевых сооружений 250 тысяч метров. Жители небольших городов и сел пока не могут похвастаться большим выбором каналов. Но проблема постепенно решается заменой аналогово ТВ на цифровой формат. Его преимущество очевидно – сигнал принимается на обычную антенну и передается без искажений. При этом РТРС не только создает техническую возможность для просмотра каналов в высоком качестве, но и предлагает смотреть ТВ-каналы бесплатно. А здесь аппаратное мониторинговое управление. Оперативный дежурный 24 часа в сутки смотрит телевизор, но не просто смотрит, а обеспечивает бесперебойную передачу цифрового сигнала на весь край. На карте изображены все вышки станции. Как только на мониторе загорается значок поломки, диспетчер выясняет причину и пытается ее устранить на месте. Чаще всего аварии случаются из-за погодных условий. А здесь федеральный эфир делаются вставки с региональным контентом. Федеральный пакет московский приходит сюда. Здесь он разбирается на отдельные программы, на 10 программ. С помощью серверов вот этих вот подменяется региональная программа на местные вставки, рекламы и все прочее. Потом снова все собирается в один пакет, подается на передатчик, на ту большую пятиметровую тарелку. А с нее уже передается на весь край. И уже весь край будет смотреть все с местными вставками региональными. Сегодня 88% жителей края могут смотреть 10 общедоступных каналов. Это так называемые каналы первого мультиплекса бесплатно. За прошедшие 15 лет кратно увеличилось не только их количество, но и качество передаваемого сигнала. И дальше больше. По федеральной программе РТРС до 2018 года должно создать самую масштабную теле- и радиосеть в мире. К своему юбилею компания решила порадовать жителей края новыми приемниками для просмотра каналов в формате высокой четкости. Основная цель РТРС это создать информационную площадку, на которой имеется доступ к ресурсам у любой категории населения. Совместно с Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края главами муниципальных образований мы проводим акцию 15 новых абонентов цифры, при которой выдаем приставки телевизионные различным слоям населения Ставропольского края. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Должников живет в Михайловске и теперь может смотреть любимые передачи в цифровом формате бесплатно. Приемник подключен и настроен, качество картинки заметно улучшилось. Такого полезного подарка Иван Иванович не ожидал, но оценил его по достоинству. Я очень рад, что я уже сказал, что хорошо, что вы не забываете участников войны. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.